аутоиммунная расстройство, щитовидная железа, болезнь Хошемота, это тоже аутоиммунная, то есть там антитела действуют на ткань, на клеточки, скажем так, щитовидной железы, поджелудочные уничтожают, поэтому вот и так далее, и так далее. Ладно, это, конечно, скажем так, а сейчас все в порядке? С кожей, с кожей, да. Понимаете, я еще хотела нюанс какой сказать, что как бы перед этим было, перед тем, как я вот так заболела, то есть я работала и честно вообще уже ненавидела ни работу, ничего, я вот в какой-то момент я уже не могла вот там находиться. И мне кажется, что пошел какой-то сбой именно уже даже по физиологии из-за моего внутреннего состояния. Мне уже сейчас вот так кажется. Тогда мне так не казалось? Нет, 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 это правильное рассуждение, но вы понимаете, все-таки аутоиммунная, значит, вы знаете, раньше психосоматические расстройства или соматофорные, сейчас я опять повторяю, они уже не называются соматофорными, а соматическими стрессовыми расстройствами, понимаете? Вот, значит, все-таки раньше, раньше предполагалось, что эта диагноз соматофорного расстройства выставлялась при отсутствии патологии органической, скажем так, вот болезнь желудок, да, болезнь желудок, болезнь желудок, идет эмоциональная реакция человека, как будто бы похоже, что это, ну, вот нервное заболевание, так скажем. Вот, значит, но в первую очередь человек же к кому обращается, если у него болезнь желудок или поджелудочная, или с кишечником проблемы, или как-нибудь так, с мочеполовой системой, или с сердцем, или с легкими, и так далее, и так, он обращается к соответствующему специалистам. Так вот, раньше соматофорное расстройство выставлялось при одном условии, что жалобы идут со стороны того или иного органа, но при исследовании находятся минимальные изменения или вообще никаких. В настоящее время психосоматические расстройства или соматофорное, или это соматическое стрессовое расстройство, оно не требует для постановки диагноза отсутствия органических изменений в том органе, понимаете? То есть там может быть и 50-50, 50% значит наличие действительно патологии органической, ну и 50% это реакция, скажем так, человека на вот это заболевание. Поэтому, поэтому, конечно, но вот вопрос другой, почему... У меня такое было с желудком, извините, у меня вот такое было с желудком, то есть у меня нет, я там все исследовала, да, и нет причин этих болей, то есть доктор говорит, что нет там, ну есть там какие-то мелочи, но оно не может так долго, годами болеть. Да, да, ну вот это старая трактовка, а теперь может быть и действительно патология желудка, но, 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 но обязательно должна быть чрезмерная реакция. Почему? Ну, скажем так, язва желудка. Значит, вы знаете, больные язвенной болезнью желудка, вот, они, в общем-то, реагируют совсем иначе, чем соматофорные больные. Вот у него болит, он ему дал обезболивающее и все, у него нет ни слез, у него нет ни вот таких психогенных реакций, там, ни депрессивных реакций, ни нарушается сон, сон нарушается, если желудок болит. Он принял обезболивающего себе тихо, спокойно спит, а при соматофорных расстройствах нынешней, может быть, иметь место и органическая патология со стороны того или иного органа, ну вот в качестве это саркоидоз у вас, да, это вот, вот это психо, это не психо, а аутоиммунное заболевание. И ваша реакция на это заболевание, причем гастроэнтеролог заметил это, что, естественно, что вы отреагировали, ну, скажем так, чрезмерно. Я очень, да, я это очень переживала. Но вот меня сейчас интересует другой вопрос, с этим мы еще не совсем разобрались, но кое-что уже ясно. Меня сейчас интересует вот какой вопрос. Почему у вас было, возникло отвращение к работе? Почему? Как вы думаете? Там что, стресс был или что? Там был ужасный стресс, это раз, то есть, как правильно объяснить, если уже говорить про конец, да, когда я уже там, вот как раз я заболела, то была очень большая нагрузка, то есть это постоянная работа с клиентом на телефоне, это продажи. Ну, это кол, кол, да, кол. Ну, это не совсем кол, это оптовая продажа, это... Через телефон, да, понятно. Ну, это нервная работа, хорошо. И я... Да, но вопрос другой, ведь все же, вы же там не одна были. Да, да. Так, значит, смотрите, ваши коллеги, эти дамы, вот, они, в общем-то, не страдали этим, ну, не все, скажем так, а вы страдали. Да, у меня вопрос, почему именно я, почему я так реагирую? Да, 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 я понял, это мы будем разбираться сейчас. Скажите, а кроме работы, вот, стресса рабочего, были ли еще какой-то другой стресс на личном фронте, например? Вот я все мне бросил из глаза, вам 37 лет, вот, это уже симптом. Вы не замужем, дважды были в гражданском браке, разошлись, и у вас нет детей. Понимаете, это все-таки уже, у вас еще есть время, вы еще можете родить, у вас еще есть запас, ну, там, лет пять. Это минимум таких, скажем, таких, свободных, спокойных, обеспеченных, почему? Пять лет вы еще можете, там уже будут сложности позже, вот. Значит, почему это так, вот, почему личная жизнь не сложилась? Ну, как я себе объясняю, ну, как у всех, наверное, из детства все. Да, ну, с детства мы зайдем, да еще и сейчас перейдем к детстве, то есть, это как вы объясняете. Но вот почему вы разошлись с двумя этими гражданскими, сколько вы прожили в гражданских браках? Это все было уже после той же болезни, это было вот, они были друг за другом последние два года, скажем так, два с половиной. Подождите, тогда вопрос следующий, а почему же до болезни, до тридцати четырех лет у вас были, у вас не было мужа, у вас не было таких стабильных связей личных? Вот же вопрос. Да, не было. Значит, проблема шла еще и раньше. Да, да. И вполне вероятно, что психосоматические проблемы, как следствие вот этих неулаженных проблем со стороны, вот, скажем так, в плане личной жизни. Хорошо, давайте тогда мы сразу же остановимся на этом. Да, еще один вопрос. Значит, а вы были уже у психиатров? Да, позавчера. Это что, первый раз? Ну, раньше у меня был опыт общения с психологами. Ну, психологи это не то, так. А именно психиатр, это был позавчера. А кто вас направил к психиатру? Никто, я сама пошла. Вы сами пошли, хорошо. А какого же заключения сделал этот доктор? Ну, видно, что мне заключение как бы не дали, мне выписали препараты и все. Подождите, а вы спросили, доктор, а что вы предполагаете у меня? Или вы так и не спрашивали? Прямо так я почему-то не спросила уже дома, я поняла, что где же мой диагноз? Да, совершенно верно, значит, пойди туда, не знаю, куда принеси, то не знаю, что, значит, от чего лечить, надо же знать, от чего лечить. Вот, кстати, кстати, а вот следующий вопрос, а чем вы все-таки вылечили вашу эту саркоидоз? Ну, так скажем. Ведь обычно аутоиммунные заболевания лечат все-таки, значит, иммунсупрессивными препаратами. Это в основном там преднизолон, вот эти вот гормоны. Да, да, да. Вас лечили этими препаратами? Я, так скажу, месяц, полтора где-то я принимала противовоспалительные, я говорила, там же и сердце присоединилось, миокардир. Оно лечится примерно одинаково. Нет, 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 но вам назначали гормональные препараты? Да, когда уже сделали гистологию, мне назначили гормональные препараты, но я их не стала принимать. Почему? Почему? Потому что на тот момент мое состояние уже было стабильным, у меня исчезли все уже эти высыпания, я себя чувствовала хорошо. У меня уже не было температуры такой постоянной, и я увидела этот список, скажем, гормонов, я понимала, что это всерьез и очень надолго, что полетят все органы, там печень, все, внешность, ну, там много всего. А вы знаете, вот я сейчас, я буду вас перебивать, скажите, так чем же вас вылечит, почему вам стало легче после того, как вам поставили диагноз, или что-что прекратило это заболевание, вот эту симптоматику, вот, которая вначале вас вводила в ужас, и вы бегали по врачам, пытались диагнозировать, а потом, значит, не приняв нужную уже патогенетическую терапию, вам стало легче. А чего вам стало легче, собственно, как вы думаете? Я думаю, мне стало легче от этих противовоспалительных, это раз. Второе, что я полностью исключила, питание стало таким чистым, ну, я все исключила, что могло бы влиять, ну, знаете... А что, подождите, а что влияет при этом заболевании, я не знаю, какое, значит, какие продукты, скажи, могли спровоцировать это заболевание, или это чисто так, спекулятивное? Нет, это мне никто не советовал, я просто, ну, понимая, что сладкое, мучное, мясо, все это, все равно плохо влияет, чтобы не усугублять, я все... Ну, как, мне еще сказали изначально, что это же онкология, там все длилось. Когда сказали, что онкология, естественно, я перестала покушать сахар и сладкое, потому что это провоцирует. Нет, подождите, вы же понимаете, что такое онкология? Это приговор, так, этого человека приговор, значит, но потом же они сняли, как вы отреагировали на эту онкологию? Вы же поймите, она кого угодно убить может. Как-то, ну, вот так меня и убивало, да. И сколько же длилась эта диагноз онкология? Пока не дошли до аутоиммунного, до саркоидоза. Или это имели в виду саркоидоз? Нет, 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 это имели в виду, сначала ревматолог имел в виду, он не знал, что это, он меня послал, как бы, провериться на онкологию, и там мне поставили, как бы, рак лимфоузлов, неподтвержденный, и поэтому меня послали на операцию, а когда сделали операцию... Понятно, исключили, все, все, я понял, я понял, я понял, да, да. И та же гистология показала истинный диагноз, что это саркоидоз, да, что это поражение соединительной ткани, да? Понятно, понятно, понятно. Так вот, а какие вы принимали противовоспалительные, и как долго? Где-то полтора месяца. А какие? Что за препараты? Ну, приблизительно. Там что, вольтерен, да, вот такие, вот такого? Нет, 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 там... Я начинала с немесила, которая мне не помогала, потом дальше пошел мавалис в уколах. А что это за препараты? К какой группе они относятся? Нестероидные противовоспалительные препараты. Да, я что-то, что-то таких и не слышал. Я знаю, это вольтерен, это ибопруфен, вот это препараты, несероидные противовоспалительные. Ну, это препараты, которые лечат именно аутоиммунные, там аркокси, это ревматологические, вот они более ревматологию лечат. А, понятно, понятно, хорошо, все, все ясно. То есть, вы считаете, что все-таки вам помогли вот эти препараты, да, противовоспалительные? Ну, в конце концов, мне-то укололи гормон серьезный, на этом все остановилось. Какой, какой гормон? Дипроспам. Это что, типа, это коры надпочечников, да? Я не знаю, что он там, но он остановил меня, я так понимаю, дальше, что у меня все, не начали образовываться дальше. Но это уже было последнее, скажем... Это когда было? Когда вы получили эту инъекцию? Если узлы начали появляться в сентябре, то ее я получила где-то в декабре, в конце декабря, начале января. Какого года? 18-19-е годы. И с тех пор у вас эти проблемы исчезли, они вас не беспокоят, да? Ну, похоже, да. Похоже, да. Кстати, а вы на учете продолжаете стоять у ревматолога? Мне постоянно надо проверять, получается, сердце, постоянно надо проверять еще... Ну, как, они, знаете, они, эту группу заболеваний, она мне, мой врач, как, мы об этом мало изучены, мы об этом мало знаем. Обычно это поражают легкие, но легкие у меня чистые изначально были. Как с легкими, как бы, они знают как. А все остальное... Ну, а что... Я говорю, там, у меня болит живот. Она мне говорит, ну, оно же может и живот поражать. Возможно, это оно. Ну, вот так. Понятно. Конечно, нет. Если это аутоиммунное заболевание, соединительные ткани, любой, это и мышцы могут, это могут и сердце, это и легкие, это и бронхи, это и кишечник, и поджелудочная, и селезенка, и печень, и почки. Это все, что угодно. И мочевой пузырь, и гинекология, понимаете? Если это оно. Ну, ладно. Ну, понимаете, доктор, в чем вопрос? Что сдаю-то я анализы, да? А оно не показывает, нет ничего такого. Там должно быть, знаете, цирреактивный белок. Цирреактивный, да, да, протеин. Зашпаливать, соя. А у вас какой? Своя не надо, хватит одного цирреактивного. У вас нормальный цирреактивный? Меньше 0,5 или как? Он хороший, да. То есть, все это время он был хороший. И даже, значит, это уже исключает воспаление. Почему? Я не помню, знаете, я не помню. Именно в момент, ну, самих вот этих узлов я уже не... У меня есть это все. Тогда очень большое было соя, да. Я помню. Очень зашпаливало. Какое было? 40, 50, 40. 40, да, 40, 40 с чем там. Ну, если соя была ускоренная, реакция оседания эритроцитов, правда, сейчас никто этого не делает, сейчас цирреактивный этот протеин, вот, то, конечно, наверное, и цирреактивный протеин был поверх. Но сейчас, когда вы проводите контрольные обследования, он нормальный, да? Вот это основной, это основной диагностический критерий. Нет воспаления без повышения цирреактивного протеина. Все, он должен при таких системных воспалительных атоиммунных расстройствах, как миокардит, как саркоидоз кожи и так далее, и так далее, там, легкие, он должен зашкаливать. Он должен быть не меньше, не меньше 30, 40, 50, 60, а то и выше. Хорошо, ладно, с этим мы закончили. Так, значит, этот доктор, вы сами пошли, да? Сами решили пойти. И о чем вы ему рассказали? Да как-то получилось, что вы имеете в виду уже психиатра? Да, да, психиатра, да. Ну, что она, как бы, меня, я хотела много рассказать, много, да, потому что много чего случилось уже и после. Она меня, как бы, и не слушала, она мне просто, вот, выписала. А что она вам выписала? Транклилизаторы и... Понятно. Транклилизаторы и еще что? Симулатон. А, симулатон, то есть это то, сертралин. Понятно, понятно. Хорошо, все. С этим мы, на этом мы и остановились. А я еще хотела же сказать, Бухтар, что... А мы подожди, это мы остановились на психиатре. Вы у психиатра больше не были, да? Не были. Хорошо. Все. А теперь что вы хотели рассказать? Что я же принимала... Помните, я говорила, что мне гастронтролог выписал, да? Антидепрессанты те. Какой антидепрессанты? Завод. А, опять же, опять тот же самый, да? Да, но я же его не пила, да? Когда он мне это выписал, я пропила терапию по основной проблеме по желудку. Это я побоялась, то есть я как-то не стала пить, потому что, ну, мне казалось, гастронтролог, ну, как-то я побоялась. Ну, понятно. Но потом, когда уже у меня там были потом после этого отношения сложные, вот этот год, я с них вышла в ужасном состоянии, и я сама взяла вот то назначение, пошла в аптеку, мне по нему дали, и я сама как бы начала его пить. В какой дозе и как долго? Начала я пить его в 20-м году с начала августа, ну, как я посчитала в интернете, надо меньше сначала, там, по-моему, 25, а потом 50. Значит, максимальная доза была 50 у вас? Да. И как долго вы были на этих 50 миллиграммах? Я была до февраля, где-то полгода, наверное, да? Всего лишь полгода, да? И это я в тот момент как раз вот вышла на работу, кстати. Вот это за все вот эти годы, вот в тот момент я вышла на работу. Подождите, вы имеете в виду, хотите сказать, что благодаря этому сертралину Золов, то вы вышли на работу или как? Не благодаря, а возможно, я там и смогла как бы работать благодаря ему. Нет, так, значит, то есть, это мы так с вами как-то странно говорим, то есть, он помог вам или нет? А если помог, то в чем помог? Я не знаю, я не знаю, я вышла на работу, смотрите, я была в ужасном состоянии, я не могла выходить из дому тогда. Подождите, почему не могли выходить? Я жила вот с этим мужчиной полтора года, после болезни. Я была такая очень в слабом, очень, скажем, эмоциональном состоянии, очень, и физическом, в принципе, тоже. Так, так. И мне тогда хотелось как-то, чтобы кто-то мне что-то помог. Ну, чтобы он ласков был, да? Да. Обращал внимание, а он что? Это все было в начале, в начале, а потом там началось все очень, скажем так. Ну, конкретнее, давайте. Ну, он меня добил, он меня заставлял делать только то, что он хочет, то есть, я там была, как знаете. Он был деспот, да? Ну, если сейчас это модно, типа абьюзер говорить, то вот это вот оно. Я не знаю, а что такое абьюзер? Ну, это такой нарциссический такой человек, который, знаете, черпает ресурс от другого человека более... Давайте так скажем, давайте так. Я не буду все-таки абьюзер вся эта, американизмы эти. Вопрос следующий. Он что? настаивал, вы должны были делать то, что он требовал. Правильно или нет? Да, я жила у него, получается. И я жила у него, и как-то я... Давайте так, вы как-то тянете.